В православной гимназии открылась экспозиция славы имени героя СВО Ивана Симонова. Орден мужества оскольчанин получил посмертно. Погиб герой под Купянском в октябре 2022 года. Подробности в следующем сюжете. Тем, кто знал Ивана Симонова, он запомнился добрым и честным. В юности парень занимался самбо и плаванием. Ходил в радиокружок, учился в православной гимназии. В 19 лет отправился на срочную службу. С ноября 2020 года проходил ее в 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской краснознаменной бригаде. А в июле 21-го подписал контракт. С первых дней СВО выполнял боевые задачи. Честь и хвала тем людям, которые родили и воспитали такого человека. Это особое искусство. Уметь воспитать личность и воспитать так, чтобы человек в своей жизни мог исполнить евангельскую заповедь. А об этой заповеди Господь говорит, что нету выше той любви, кто умеет душу свою положить за друзей своих. Ваня этому научился. Воин-христианин берет оружие, чтобы защищать тех, кто не может за себя постоять. Воин идет умирать, чтобы жили другие. Именно таким был Иван Симонов. За отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга его наградили орденом мужества. Посмертно. Мама Ивана, Наталья Симонова, не может говорить и вспоминать о сыне без слез. В ее сердце теперь навсегда невыносимая боль. А еще гордость. Что перед лицом опасности сын не струсил. До последнего выполнял боевую задачу. Я вам всем очень благодарна за память о моем сыне, за память о всех воинах, погибших на фронтах. Я хочу сказать, что сыночек мой был очень жизнелюбивый мальчик. И я вас хочу всех призвать, любить, жить, жизнь. Жить полной, интересной, творческой жизнью. И молиться о мире, о всем мире. В память об Иване в музее православной гимназии открыли экспозицию, посвященную участникам СВО и герою Ивану Симонову. На стендах, словно в короткой кинохронике, вся жизнь Ивана. Его медаль и флаг, которым накрыли гроб. Его на хранение музею передала мама. Очень важно на примере наших воинов, таких как Ваня Симонов, и тех, кто сейчас исполняет свой долг, воспитывать наших детей, чтобы они были достойными сынами нашего Отечества, православными, доблестными воинами. Радиокружок, в котором занимался Иван, провел соревнования его памяти за други своя. Это был очень застенчивый мальчик такой. Вот он, двери открыты в кружок. Он несколько лет встанет на пороге Ивана, заходи. Помнется, с нога на ногу и уйдет. Он как-то сказал Ивана, заходи. Он зашел. И потом этот Ивана стал неузнаваемый. Сколько мы соревнований с ним сработали. Он и чемпион России был, и области. Ради экспедиции ездили с ним по местам воинской славы. На фронт в память об Иване отправился гуманитарный груз. Сотни писем от учеников православной гимназии. Десятки окопных свечей. Даже после смерти герой не оставляет своих боевых товарищей.